Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе. Я посмотрел календарь церковный, на успение Божьей Матери, 30-летней давности. Каждый год что-то другое бывает. Решил взять все эти места, 4 места, как раз 4 проповеди. И вот пришла мысль, что если бы на эти слова проповедовали 30 лет, всю Библию бы потеряли, а только остались бы вот эти слова. Все изменилось бы в стране. В стране изменилось. А в церкви в первую очередь. У вас, во всех, должны быть те же самые чувствования, какие и во Христе. Какое короткое предложение. Значит, нужно узнать Христа, его чувствования, переживания, ну и перенести, скопировать на себя так называемый синхронный перевод. Равный. Вот переводят на разные языки, из русского на английский, на немецкий, чтобы все люди понимали. И всем людям сказать, вот главное заповеди, по отношению к ближнему, все изменится. Псалтырь Давида уже не нужно будет, если вы так жить. Он говорит о мчении врагам, как они меня поносят, кто будет поносить, если у всех чувствования, так как во Христе Иисусе. Вообще, о чем говорит Библия, практически закончится. Воины не будет, суды закроются, бракоразводных процессов не будет, милиция не нужна, а армия распущена будет. И это только одно предложение. Вот сейчас, прямо в присутствии президента, патриарх сказал, ну давайте вот одно предложение только выполним. Давайте начнем с сегодняшнего дня в школах, с первого класса, в детских садах, в институтах. Люди не будут принимать, а мы будем бить и бить в одну точку. Как мусульмане проповедуют. У них форма для женщин хиджа. И вот они, бородатые аксакалы, шейхи, проповедники. Они непрерывно говорят одно, сестра моя, Аллаху не нравится, как ты одета. О, сестра, надень хиджаб, иди завтра купи его. Ты поможешь исламу. Аллах ждет тебя в хиджабе. И он это слово хиджаб без конца повторяет. Как будто бы вселенная без этого хиджаба, без этой одежды рушится. И они добиваются этого. Чтобы не облегающая, талия не была видна, длинная, закрытая. Все. Почему опасностей очень много? Лето, кажется тебе жарко. Но если ты умрешь, там с тебя Бог Аллах спросит. Надень, сестра, дорогая хиджаб. Вот если бы мы сейчас в одну точку били, у нас должны быть те же самые чувствования. Вторая, это заповедь по отношению к ближнему, была бы исполнена. А отсюда выявилась и первая заповедь по отношению к Богу. Не просто чувство какое-то, а чувствование с переживанием, с проглядом вперед. Ведь удивительное дело, что пророки говорили слова, которые не нравились людям. Притом очень не нравились. Они выслушали Иеремии и сказали, что человек должен умереть. И вот это чудо Божье спасло. И сами перепилили. Вы знаете, притчу, как, говорит, посылал, когда одну голову разбили, другого прибили. Тогда сказал, сыну пошли, может быть, его послушают. Какие чувствования в людях-то были. И чего они хотели? Главный-то удар был на словах, которые они говорят. И вдруг эти слова сохранились. И сегодня больше, чем на две тысячи языков мира переведенное. Нравится, не нравится, оно переведено абсолютно точно. Так какие же люди были? Духовные такие или страх Божий удерживал? Почему Слово Божие осталось неисхаженным? Вы сами себе научитесь задавать эти вопросы. Господь говорит, я бодростью над Словом Божией. Вы молитесь за то, чтобы я вам сказал Слово? Ты не просто об этом говори, а скажи, Господи, ко мне, скажи. И чтобы я поняла тайный намек. Я же фамилии-то не называю. И вдруг я узнаю, что вот у нас есть глухонемой, а кто-то им переводит. И переводит не все. Я-то не вижу, стою спиной-то. И если я говорю о телевизоре, не надо смотреть, руки опускают переводчик и не переводят. Глухонемой спрашивают, что он говорил? Человек опустил руку. Я говорю про телевизор. Что не смотрите, вы погибнете, выбросьте его. Он вам не нужен. Дети непрерывно там смотрят, Писание не знают. Вы их потеряли, души потеряли. Человек опустил руку. Если бы такие люди тогда были раньше, нам бы ни одного слова не дождаться от Бога. А ты наоборот скажи, вот это слово режет меня. Оно печет меня. Вот я скажу. Скажу, и родные это будут знать. И они мне помогут избавиться. Фактически, не передавая другому то, что я говорю, ты посягаешь, быть может, на дух с медой. Ты подумай об этом. Где пересказывать, а особенно подчеркивать и места, то есть это синхронный перевод, которые тебя коснулись. Ты считаешь, что это не связано, что тебя коснулось? Только суета? Или о том, что не смотри на облака, иначе тебе не жать? Какой-то есть золотой стих, который тебя касается. Вот потому и золотой, что внутренность мою прогнившую делает здоровее. Воскрешает меня. Во Христе существования такие, что слово в духе с битом сказанное не возвращается тщетным. Оно выполнить, что должно. Я не поверил этому. Спрашивает другого, и другой говорит, да, так. Не переводит ваши слова, когда я говорю с телевизором. Я тогда пошел к третьему, и третий говорит, да, я вижу, что этот человек не переводит. Это что, нормальное состояние? Это самое лучшее доказательство того, что человек абсолютно недуховный, бесстрашный. Какое ты имеешь право другому не дать? Ну ты не принимай, ты другому передай. Иначе у тебя Библия за одни корочки останется. Я же тебе показываю слово Божие. За каждую минуту будем отвечать. Кому передаете хоть что-то. Вы мои книги, которые читаете, вы нашли где-нибудь, я себе подыгрываю? Самые стверные, поганые показания на меня, какие давали священники, я их напечатал. Какой? Я плохой. И мне на это говорят, а зачем это? А затем, чтобы ты сам разобрался и увидел. Мне не надо, чтобы вы мне хорошо говорили. Сколь бы плохо ни сказали, я знаю, что я еще хуже. Когда на суд-то можем представить, как Бог будет нас судить для? По слову своему. В первом послании Кориеса 10.33 читаем. Поясни, Господи, нам. Мы хотим узнать, как это применить в жизни, чтобы у нас были чувствования, как во Христе Иисусе. Вот так хочется же выполнять и в смертный час сказать, иду. Во мне уже все сроднилось с Господом. Я так хочу соединиться с тобой. Можем ли мы это сказать ему? Так как и я угождаю всем во всем. Ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Какой же я буду проповедник, если бы не буду говорить то, что мне на сердце положено? Если я знаю, что от этого беда, я прошу выключить и телевизор. Тем более во время поста. Они вообще не нужны. Люди везде ропщат. Какая трава идет в эфире. А я никогда не ропщу, у меня его нет. Она мило проходит над крышей моей. Если я не смотрю, как он ко мне попадет-то? Ты кого-то себе в комнату запускаешь. Кого-то детей даешь. С плохими людьми нельзя знакомиться. А смотришь-то что? Вырежь это все. Первое, Коринфянам 11.1. Будьте подражателями мне, как я Христу. Вы в жизни встречали людей, которые так сказали бы при жизни. Подражайте мне, как я Христу. Я имел счастье встречать таких людей. Отец многолюдному своему семейству говорит, «Дети, до моего уровня достигнет, но потом уже дальше уже выше будете». Почему? Он молитвенник. Он стройкий молитвенник. Посты все соблюдает. Свидетельствует другим. Работник. Десятеро ребятишек. Десятеро своих собственных детей. И он им этот наказ давал. Ни один его путем не пошел. Дети совсем не похожи на него. Но он говорил это. Он звал. Удачно или неудачно. 1 Иоанна 2.6. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Вот тогда будут держать все стабарь. А чтобы узнать, как он поступал, Иисус, надо считать Писание. И все время применять в себе. А вот якобы вот так. Смог бы я так сделать? И оставить все эти, все эти это все. Ну это я не мог. А вот дальше. И он говорит, потушите гнев свой. Так. И апостол Павел говорит, гнев человеку не творит. Правда. Как же ты гневаешься день за днем? Напоминаешь старое. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот какой у нас образец. Что ты делаешь не знаешь как? Один вопрос так. Здесь Господь. А как бы он поступил? А как он поступил? Он поступит так, как поступал. Он по-другому не поступит. Он переходил с места на место, свидетельствовал. Буря его не удержала. Он шел по морю. Он шел туда, где беда, где его ждут. Там хорошо. Едва не началось строительство трех кущей. А он знает, там люди больные ждут. И он к ним спускается. Первое Петра 2, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Оставим нам пример, дабы мы шли по следам его. Люди ставят крести на кладбище, а они кресты. Крестятся, крестики надевают. На храмах кресты. Бежит скорая помощь, на ней крест. Я не знаю, если сейчас на автоаптичке есть или нет, но раньше крестик стоял. Медицинская помощь. А это напоминание о страдании Христа. Как он пострадал, так и мы должны приготовиться. Каждый крестик на стене, где ты увидишь, он говорит, приготовься страдать. Приготовься. Мужественно все переноси. Как и он пострадал, оставив пример. Вот за ним мы уже нашли, как идти. Уже указано, в страданиях, как Господь. А в народе это выковалось в одну фразу. Бог терпел и нам велел. Видите, как просто. Люди Писание-то не знали, а вывели-то правильно. Первая Петра 4-1. Итак, как Христос пострадал за нас, плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Вывод. Страдания нам полезны. И за страдания надо благодарить. Перестает грешить. А если еще страдает и не перестает грешить, Господь увеличивает их более горький состав, большую концентрацию дает. Потому что, если дать, какой йод или что-то, оно сожжет. Там определенный процент дается. Он, Господь, по милости своей, нам разбавляет эти страдания. Наша земля русская сегодня отдыхает. Отдыхает на костях мучеников, невинно пострадавших людей. Но Господь говорит, если вы не научились, будет лучше. Не думайте, что так всегда и будет. Завтра такое мирное время. Будет все по-другому. Писание об этом говорит. И никак по-другому Христос мирно не придет на землю. Он, написано, придет в пламенеющем огне. Я уже не говорю про Китай, про мусульман. Я говорю об общей концовке этого мира. Люди все везде говорят катастрофу, евреи, холокост. Главное катастрофа не знать Бога, не примириться со Христом, умереть и не спастись. После смерти в ад пойти. Вот катастрофа. А все остальное, оно где-то в стороне. А это конкретно о нас. Деяние 20.35 Во всем показал я вам, что так трудясь, надо нам поддерживать слабых. И память восьмого слова Господа Иисуса. Ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. А где он это сказал? Ни один толкователь не знает. Но сказал, раз Павел говорит, значит было. Ни в одном Евангелии этого нет. То есть намного лучше давать, что выросло у тебя, помочь, нежели брать. Хотя приходится и брать. Чего-то у нас не достает, обменивать, но все-таки лучше давать. Ну я вдаю, а когда же мне будут давать? Правильно, но все-таки лучше давать. Это нам пример оставлен, как Павел говорит. Эфицианам 5.2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношении жертву Богу благоухание приятное. А при чем тут любовь и страдание? Да он полюбитый и страдал за нас. Когда считается псалтырь, а у нас она понятная на узком языке, посмотрите, сколько говорится о врагах. Этих стихов уже не было бы. А был бы, как слов второй псалмом, пересчисление каше с Божьим, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. И все по отношению себя. Тогда она более искренне будет молитва. Иоанн 13.14 Господь сказал, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дам вам пример, чтобы и вы делали то же, что я делаю вам. Это на юге, ходят в сандалии, у нас не будет валюты снимать, ноги мы. Это означает свое внутреннее уничижение, другого ставить выше себя, стараться облегчить путь странника. Лука 22.27 Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Христос все время служил. Это он нам показал пример, где и кому, как послужить. Этот вопрос с утра надо ставить. А к вечеру подводить итог. То есть очень серьезно отнестись к своей жизни. А в 7 минут я заполнил, а духовно мне, да попробуй духовно, наготовь седу. Наворочаешься, тут думать некогда. А ты даже седу заготавливаешь, и скажи, как я скотину люблю. Хорошую скотинку Бог дал, сколько я наготовил. А потом охни. А душе? Не забыл ли я про нее? А если у нее для нее корм? А не хуже ли я корову, свиней ее держу? За свиньями смотри, как ухаживают. Заботятся, поют. Все он и знает. А душа одна. Притом одна. Потерял он и все еще остались. А душа только одна. И ни повторить, ни переиграть, ничего нельзя. Матфея 11, 29. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня. Ибо я кроток, и смирен в сердце, и вы найдете покой душам вашим. Вот что значит чувствование кротка. Проявление гнева, дерзости, все это глушитель. Особенно много труда с детьми. Окружающая обстановка, все, что окружает их, побуждает подражать. Они сами этого не замечают даже. Притом детские сердца очень доверчивые. Вы им покажите мир опасен. Мир полон искушений и скорбей. В мире действует сатана. И написано, что он не просто сатана, а сошел в великой ярости. Ища кого поглотить. Он потерял царство небесное. Он сброшен на землю. И на небе раздался голос горя, живущего на земле. К вам сошел змей, диракон, который не имеет отдыха ни днем, ни ночью. У него опыт тысячелетий, как соблазнять, как натравить, как поссорить, чтобы семьи распадались, чтобы ненавидели, завидовали, злились, ревновали. У него все обдумано. И поэтому молимся, избави нас от лукавого. Вот это у нас будет чувство, чувствование во Христе Иисусе. У Иисуса искушения, только выходить на проповедь. Сатана сразу же подошел ко Христу. Ко Христу! Если это Сын Божий, сделай, чтобы камни хлебами стали. И ведет три искушения на это ему. Это Сын Божий. И его не оставляет, оказывается. И Павел говорит, искушал, жалоб ангела сатаны вплоть домой. Я трижды молил Бога, удали его от меня. А Господь говорит, довольна благодатью. Чтобы не зазнался, тебе надо страдать. И чтобы не зазнался, нужны гонители, которые будут поносить препятствия и говорить Слово Божие. Матфея 20, глава 26, 28. Но между вами это не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Но чтобы послужить и отдать душу свои преступления многих. Если желание кому-то послужить, это чувствование во Христе Иисусе. Я по местам Писания провожу, показать, где эти чувствования. А сразу думаешь о другом. Человек, который эгоистичный живет, он никогда не выполнит пожелания Павла, чтобы у нас были чувствования во Христе. Он не в существовании эгоиста. Римлянам 14, 15. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Последствия всего, что мы делаем, отражаются на левой стороне или на правой. Или свет или тьму рождают. И надо смотреть на эти последствия. Ты будешь звать, а никого не будет. Вот мы столько, что приехали из села. Разъехались в разные концы, звали. Четверо в одном направлении. Я пошел ковылять по другой улице. Кого он звал, пришло 4 человека. А братья и сестра ходили в другом месте, в четвером. Я не пришел. Я гляжу, они опечалились. Мы четверо ходили, ни одного не могли уговорить. Я говорю, награда ваша больше. Я имею утешение, что они пришли. Ваш труд перед Богом, конечно, по-человечески понятно. Но не пришли ни один. Вы звали, вы старались, вы драгоценное время теряли, могли бы со своей семьей побыть. Вы это для Господа делали. Награда при вас будет. Потому что хорошо, что хоть голову не проломили вам. Вы пришли живые, а написано, говорит, слугам, и голову проломили, а одного убили. Так что нам еще есть за что Бога благодарить. От нас это не зависит. Вы благодать призывающую показали людям, а благодать обращающих не сработало, от вас это не зависело. Нисколько. Бог может сделать для того, чтобы вы не надбивались. Может для того, чтобы усилили, может какие-то недостатки всего увидели. Работы очень много здесь. От нас это не зависит. Я могу рассыпаться такими тиранами, читать Библию и никто не придет и не послушает. И будешь хватать всех за руку и не утянешь. Римлянам 15.3 Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословие злословящих Тебя фали на меня. Когда нас засловят за имя Христова, то мы блаженны. И чтобы не желали отомстить врагам. Вот это существование в нас будет во Христе Иисусе. Так они же враги. Молись за них. Господь ни одного сражения с оружием в руках не прошел. Где-то примерно 76 битв провел Мухаммад это Магомед. И только одна битва была оборонительной, все остальные наступательные. Христос только один раз в храме взял бич и выгнал продающих и покупающих. Только за храмом позаботился, а остальное больше нигде мы не видим, чтобы он призывал Отца Небесного отомстить им. Они несправедливо меня распяли. Ведь мы вступили на такой путь, которым никто никогда не ходил до христиан. Молиться за врагов. Это действительно сверхчеловеческое учение. Кремлину 15.5 Бог же терпение и утешение додарует вам быть едомысли между собою по учению Христа Иисуса. Вот тогда у нас будет существование во Христе Иисусе. Мы ведь расходимся там, не одинаково учение Христа. А бывает и совсем где-то нет. Но если по учению Иисуса Христа мы обязательно будем одинаково понимать. Вот найдите что-нибудь, что нас сегодня разделяет. нас все объединяет. Я не знаю, вы просто поищите, что нас разделяет. На сегодняшний день мы видим христианство разбилось на десятки, не тысячи, тысяч разных наименований. По учению Христа объединяется, значит учения Христа там нет. Люди многое-многое добавляют. С нами, с православными полностью объединиться очень трудно. У нас столько добавок конца нет. Я вот сегодня так говорю, потому священнику по телефону жаловался. Что делают священники? Где нету, мы были в селе, там церкви нет. Нормально можно работать. Хорошие люди принимают, которые пришли, которые не пришли, мы с ними беседовали, Евангелие им раздавали. У них церкви там нет. Люди совершенно открытые. Поехали в село, где церковь все отравлено. Как будто не люди там, а какие-то драконы откуда-то сбежали. Совершенно другой народ. Нам сестра сейчас будет в воскресенье. Поехала, ее приглашали когда-то. В это время священник узнал, что в этот маленький поселок Клочки Ребришинского района приезжала женщина, да еще с книгами. Она говорит, я набрала много новых заветов, Евангелие, решила раздать бесплатно. Одна ее увидела и почти в обморок упала и не могла стоять даже от страха. А священник служит на одном приходе, а здесь его в этот день не было. Но он их всех научил не брать Евангелие. Какой еще вам Евангелие? Она говорит, я даром даю. Пошла ты отсюда. Священник все протравил. Я пошла, сумки полные, и никто не берет Евангелие. Ну у вас хоть есть Евангелие? Нет, нам не надо. Нам не надо. Новая завета, Псалтирию, возьмите, не надо. Я, как сразу, забыла, потом подошла, начала прах трясти, Господи, я отрицаю прах. Ушла далеко, давай второй раз прах трясти. Это все до суда, Боже, почему? Так прошел священник, волки лютые, не щадящие стадо, чтобы увлечься собой. Он ничего не дал. А другая говорит, женщина из Германии приехала, а я епископа Марка знаю, а теперь объединилась, а вы Божьей Матери признаете? Да как же не признаете? Боже права славы. То есть он оболгал все, что мы Божьей Матери не признаем. Я это не случайно, это место сегодня считаю. Завтра будет успение Божьей Матери. Но успение Божьей Матери, прямо сказать, из Библии ничего нельзя, об этом нигде не написано. Но от ее успения смерти мы переходим на свое. Чтобы приготовиться к смерти, мы должны при жизни жить так, как жил Христос. И наше успение будет называться погибелью. У нас тоже сон. Успение это сон. Друг наш Лазарь уснул. И не случайно это место, видимо, так кому-то было показано, отнести надо было успение Божьей Матери. А мы применим к своей смерти. Господи, помоги нам в жизни сели. Преобразите в образ Христу, чтобы в нас были чувствования, как в тебе наш Господь всегда и во всем. Аминь. господь. Спасибо. Продолжение следует...